Всем привет, друзья, и хорошего вам настроения, мы продолжаем играть Черепашки Ниндзя Легенды, ежедневные награды Лига Сёгунов на 3 звезды у нас пока. Давайте посмотрим, сбросили меня оттуда или нет. Мне вот лично очень интересно. Так, нет, я еще до сих пор нахожусь на Лиге Сёгунов 3 звезды, правда у меня ранг 92, но да ничего страшного. Сегодня мы с вами сделаем задания вот эти, получим 5 откатов и должны будем с вами продвинуться еще выше, поэтому сегодня будет посвящена серия именно нашему продвижению. Так, давайте-ка мы посмотрим, кто там у нас. А, Карайка. Я что-то подумал, что Ванька-стиранка, но нет. Нам выпала Карачка. Ладно, тоже неплохо, мы по крайней мере сможем с вами обменять ДНК. Так, где у нас тут список? У нас в данный момент 6150 сюрикенов, нам нужно еще 3000. Да, многовато, конечно. А, еще не забывайте, ребята, мы с вами за Рафаэля получим 70. Так, хорошо. Ну что же, сколько дадут нам? 35, блин, маловато. Надо как минимум, чтобы, да, соточка или другая выпадала стабильно, тогда будет хорошо. Так, ну что же, у нас, подожди-ка, Мутаген. До сих пор еще не откатилась, странно. Так, ну что, поднять уровень персонажа. Давайте мы это быстренько с вами сделаем. А вот кому только поднять-то, а? Так, 45-й. О, давайте Эйприл Кунаичи. Давайте ей поднимем уровень. 45-й, это максимальный, да? Ладно. Замечательно. Забираем с вами Ревард. Сразитесь. Так, в 10-ти, в 3-х боях пройдите серию испытаний. Вот серию испытаний. Давайте сразу же быстренько пробежимся. А вот здесь. Раз, два. Ой, я боюсь, ребят. Мы сейчас с вами Зека здесь потеряем. Угу. Так, ну попробуем, ребят. Получится у нас выкрутиться или нет? У Зека очень мало здоровья. Мы можем, конечно, подхиляться. За счет Леонарда. Так, тихонько. Тихо вам. Смотри, что делает, а? Провокацию я беру, короче, на Рокзара, потому что у него здоровья очень много. Блин, много сейчас, по-моему. Сейчас, по-моему. Нет, обошлось. И это хорошо. Так, давайте мы, наверное... Блин, я не буду, ребят, тратить суперудар, потому что, видите, у них защита есть. Давай вначале мы снимем ее. Не понял. В чем юмор? Вот, только сейчас сняли. Ну? Отлично. Минус Зек. Так, давай-ка, наверное, вот этого вот накумарим. Бомбим. Последний остался. Так, у него, ребята, опять же шлем. Давай снимем это дело. И уже будем добивать. Да елки-палки, почему не добили? Ну? Отлично. Так, вторая волна, последняя. Не забываем, ребят, что нам нужно похиляться. Вот, блин, как это сделать-то, а? Как бы нам отхиляться-то? У Рокзара все, провокации больше нет. Это плохо. Пиццелицей со своей массовой атакой здесь еще. Блин. Так, все, ребят, я делаю вертушку. Посмотрим, как у нас тут получится. Ну, в принципе, неплохо. Очень даже неплохо. Пиццелицей минус. И остается у нас тут крип. Ну, крипом мы, наверное, суперударом, ребят. Опачки. Нежданчик. А что делать тогда будем? Может, поджарить его? Ха-ха. Да, ребят, железноголовый справляется. И все отлично. Мне нравится, когда мы проходим никого не потерявшие. И, соответственно, мы получаем ревард. Как вы знаете, ребята, у нас максимальный уровень сотый. Дальше нам уже расти некуда. Так, а вот здесь, я думаю, можно уже собрать и сбросить. Ух ты! Неплохо. Смотрите, ребят, сколько нам ДНК надавали. Шикандос. Так, 35 сюрикенов получили. Выполнить, ну, это понятно. Так, давайте, значит, с вами искать. Искать ДНК на разных персонажей. И мы продолжаем со стиранка. Конечно же, именно с него. Потому что мы хотим как можно быстрее его прокачать. Это в наших интересах. Так, смотрите, две ДНК уже выпало. Ха. Давай третью. Нет. Нифига подобного. Так, одна еще есть. То есть, ребята, уже четыре ДНК мы получили. Ладно. Тоже неплохо, я считаю. Но мы дальше продолжаем искать. И будем, наверное... А давайте Хана. Да? Ну да, в принципе, больше пока и некого. Хотя нет, вру. У нас же есть еще... Мандагека. Ну и Пицелицы, к тому же. Слушай, а мы что, Кирби с вами прокачали, что ли, получается, да? Не понял я. Погоди-ка секунду. Да, ребята, он у нас... Прокачанный. Слушайте, ну мы можем и на него поискать, да? Сделать его в дальнейшем потом на... Пять звезд золотых. А почему бы и нет? Пускай уже будет. Зачем нам оставлять, да? Каким-то его недоделанным. Найдем, Фикси. Нам, как говорится, спешить уже некуда. Поэтому будем себе спокойненько его искать. Все, да? У нас, кстати, 9 тысяч уже мутагена. Хе-хе, это здорово. Так, ну что, нам нужно... А, погоди-ка, все, по-моему, да, ребят? Все, больше ничего искать не надо. Забираем все реварды. Так, идем в список. И где у нас? Вот он, Рафаэль. Обмениваем ДНК. Все. Так, 6 380 у нас сюрикенов. Мало, блин. Что делать будем? Ну что же, а мы, в свою очередь, переходим, конечно же, на турнир. На арену. И давайте уже, в конце концов, тут разбираться. Так, кого нам выбрать? Роман, Луис и Оник. Ну, я, наверное, буду драться с Романом. Хе-хе-хе, Роман, елки-палки. Йода. Так, ладно, возьмем Лео. Тут 58, 59, 61 уровень. Угу. Нейтрализатора. Возьмем Рокзара на всякий случай. И кого-нибудь, блин. Малышей, а стоит ли вообще их брать? Хе, я не знаю. Возьму Ванюшу. И возьму тогда еще, пожалуй. Давай Бакстра. Вот так вот сделаем. Блин, я не знаю, ребят. Может быть, опять я с горячухи-то здесь напортачил. Так, Рокзар. Ну, соответственно, ребят, сразу делаем провокацию. Это однозначно. Оп-оп-оп. Танцульки-танцульки от Микеланджело. Угу. Он повысил всем атаку. Ну, а мы тогда будем делать вертушку. Кто-нибудь упадет? Е-е-е. Ты посмотри, как круто, ребят. Мы выжили. Ха, троих просто минусанули. Опа. Вы видели? Полное было здоровье у Рокзара. Прибежал Макман 59 уровня с усиленной атакой. И больше, чем половину хп отнял за удар. Офигеть. Нет, так дело не годится. Не понял. Секунду. А так, если? Только не говори, что ты... Нет, он не выжил. Ну-ка, пробьем. На. Свинота кабан. Да, ребята, здесь мы с вами одержали победу. Да, причем очень даже круто. Никого не потеряв. Так дальше нам и нужно с вами двигаться. И у нас 79 позиция. Неплохо. Поехали далее. Так, а вот будем брать здесь. У нас Альберта есть. Артем и Сифиса. Сифиса. Ну, я думаю, что мы, наверное, будем все-таки вот с Альберта драться. Да, мне он как-то больше симпатизирует по названию, чем Сифисто. Так, ну и возьмем, пожалуй, здесь с вами Тигра. Возьмем Змею Карай. И двух, скорее всего, подожди, двух малышей. А стоит ли рисковать-то так сильно-то? Слушай, я думаю, что стоит. И возьмем мы, наверное, с вами Шредера. Шредер у нас уже стал покрепче. Я думаю, что он должен и... И давай Паукуса возьмем. Вот так вот. Блин, я опять, ребята, рискую очень сильно. Хожу, как говорится, по острию. Ну, да ладно, кто не рискует, вы сами знаете, что не делает. А я рискую, поэтому всегда должен быть в куражах. Опс! Вот это, ребята, по-моему, попадос. Я думал, что хоть кто-нибудь пойдет. Ну, Карайка, не подведи меня, радость моя. Давай, ну. Е! Вот это уже другой разговор. Интересно, как думаете, мы пробьем массовой стрельбой хоть кого-нибудь? Давай попробуем, рискнем. Тыч! Е! И Шредер, я больше чем уверен, что он должен добить. Он все-таки укрепленный. Блин. Ну что, Паукус, покажи-ка свое мастерство, пожалуйста. Ндыч! Е! Ребят, ну, согласитесь, я очень сильно рискую. У нас хорошо, инициатива повышенная, поэтому мы с вами первыми ходим. Если бы они сейчас начали бы тут свою движуху, у нас бы полегли бы. Спокойно мог бы упасть Паукус, Леонардо. Ну, потом Тигр, конечно, и Змея Карай. Потому что, посмотрите, уровни-то какие были здесь. Ой, везет, везет нам. Ладно, ребят, мы с вами перемещаемся на 66-ю позицию. Отлично. И продолжаем с вами бой. У нас 4 отката еще есть. Персонажи тоже пока есть. И берем мы с вами... Блин, придется все-таки с Сифиса воевать. Или с Сифиса, я не знаю, как правильно звучит. Но, если что, пускай не обижается на меня. Так, берем, значит, с вами Карайку. Возьму я, наверное, Кирби, как хиллера. И, скорее всего, железную голову вместе... Погоди-ка, железная голова у нас идет как провокатор. Да, придется взять мне Криса. Ну что же, я думаю, что здесь мы все-таки одержим победу. Если у меня железноголовый, ребята, блин. Стоит ли рисковать? Я, конечно, сделаю вертушку, но я боюсь... Эйприл всех потом захиляет. Но также есть вероятность, что кто-то может и упасть. Ай, мы рискуем, блин. Причем довольно сильно. Ладно, мы знаете, как сделаем с вами? Мы не будем сейчас пока ничего делать. Я буду просто атаковать. Давай-ка сделаем. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Что же нам сделать? Сделаем дополнительную защиту. Я думаю, это будет лучше, чем пробивающий или проникающий удар. И давай попробуем дальше вот так вот сделать. Ага, понизили атаку, но... Вот, вот, ребята, вот теперь мы можем с вами применять... Что? Это что такое? Что он делает? Ух ты! Это что-то новенькое. Ну-ка бамбим по ним. Воу, шикарно. Так. Не надо, не надо, не надо! Блин, да чтоб тебя! Ёп-р-с-э-те! Вот. Вот, ребята, где мы с вами сделали промашку. Мне не хватило буквально, ребята, одного хода на опережение. Ё-моё. Ну, как же так, а? Ну, ё... Я совсем забыл, что этот нейтрализатор имеет гранатомёт. Ну, и что? Ой, всего лишь на шесть позиций мы с вами поднялись. Грубо говоря, мы катку эту слили сейчас. По-другому не назвать. Так, что тут у нас? Лёша, Ланелла и Кин. И Кин. Хм. Давай, наверное, возьмём Кина. Так, Лео, давай, возвращайся. У нас ещё два от Катика есть. Два от Катика. Хм. Кого тут взять? Ай, даже не знаю. Не хотелось бы, конечно, последний бой проводить. Я думал, ещё два сделать. Но как-то у нас не получается. Смотрите, тут 62-й, 69-й, говорю. 59-й уровень. Мои ребята вот эти не выдержат. Значит, придётся нам всё-таки, ребята, делать заключительный вот этот вот бой. Вот так он будет примерно выглядеть у нас. А что же дальше-то тогда, а? Кто мне скажет, что нам делать дальше? Если это у нас последний бой с вами на арене. Так, Лео, давай-ка мы с тобой пробьём. Я думаю, что здесь половина упадёт сейчас. Да не половина, а практически все. Остаётся только лишь добить. Ладно, вот так вот мы с вами победили всех. Сейчас где-то на 50-ю позицию мы с вами должны будем подняться. Проверим. Ну. Во. Ребят, ровно 50-я позиция. Отлично. Ну, хорошо. У нас ещё есть немножко, ребят, с вами времени. Мы должны продержаться. А вообще, в идеале, если бы мы ещё с вами могли бы подняться, у нас после Лиги Сёгунов идёт Лига Мастеров. Причём Лига Мастеров это самое последнее. Самое последнее идёт Лига Мастеров на 3 звезды. Тут, конечно, вообще шикарный, шикарнейший ревард, ребят. Ну, в любом случае, завтра мы, даже если не поднимемся сюда, получим наши сюрики. 35 ДНК на карайку. 45 полотеновых осколков. То есть, осколков маловато, конечно, но нам больше негде взять, понимаете? Чтобы апать следующего персонажа, нам придётся очень сильно попыхтеть. Ну что, давай, может быть, попробуем здесь сегодня залепить эпизод пятый. Давай хотя бы глянем, что у нас там вообще. Молот и наковальня. Ну-ка, покажи мне, какие тут уровни. Блин, 75-ый. Босс 77-го уровня. Ёппа, разоте. Ух. Так, ну-ка посмотрим, кого мы можем с вами убрать. Мы можем убрать Арахзара, взять, предположим, Криса. Ну что, рискнём? Я думаю, надо попробовать хотя бы. Босса, может быть, мы с вами не сможем одолеть. А может быть и сможем. Но он 77-го уровня. Так, пошла развлекуха, как говорится, у нас. Ну что вы, ё-моё, все... Ага, вот так вот. Блин, ребят, очень тяжело будет, смотрите. Ого! О! Нифига ты вжарила, Крыса, а? Позорная. Где отсюда? Ну что, давай Таракана, наверное, нахлобучим этого, да? Тыч! Минус. Таракундель. Так, защита. Не буду я пока, ребят, ставить защиту. Я буду... Вот так вот пробивать. Хренушки, не получилось ничего. А так, если... Оу! У него, ребята... Ага, вот мы что можем с вами сделать. Давайте сделаем провокацию, фиксим. Рискую, как говорится. Добили Крысу. Хиляться. Ну, давай хильнемся, фиксим. Фиксим, ребят. Захиляемся пока. И бомбим, наверное, вот эту вот Тлю. Или сделать защиту. Не, давай забомбим Тлю. Попытаемся. Ага, хорошо. Ну-ка. Это был добивающий. И остается у нас бронированный Таракан. Причем на Увороте. Слушай, а не помогает ему Уворот. Смотрите, мы его... О, разобрали. Так, и у нас вторая волна из трех. Опс. Опс, ребята. Здесь грибы. С грибами шутки плохи. Поэтому нужно их уничтожать практически сразу же. Так, может быть... Давай-ка попробуем вот так, ребята. Способность. Да, заблокировали способность. А этот у нас с массовой атакой, засранец. И еще и мажем мы. Так, ну-ка, попадем? Попали. Ну, как-то не особо хорошо. А ну-ка, добей его. Есть. Этого, наверное, не получится. Посмотри, ребят, как мы с вами мажем. Очень... Очень сильно. Да, епростый, хорош. Давай... Так... А, он с провокацией. Тогда делаем защиту дополнительную. Так, блин, Криса хотят положить. Нет, 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 нет. Не надо мне Криса. Ведь уронят же, да? Ну, давай я поставлю, ребят, провокацию. А что делать? У меня больше нет выбора никакого. И бомбанем. Слушай, да что ж такое-то? Да будешь ты падать или нет? Давай его так пробьем. Ага. Блин, это сейчас будет массовый, нет? Нет, ребята, он не стал делать... Это пока не стал делать. Но он сейчас в любую секунду может бомбануть. Свои массовые... Да я просто эту провокацию встал. Ну... О, молодец, Рафаэль. Спасибо тебе большое. Выручил, как говорится, нашу команду. Ах, говнюк. Так, давайте мы его так вот сделаем с вами. Потому что в следующей волне будет босс. Нам нужно, ребята, усиляться. Чтобы наносить как можно больше урона. Ух. Помните, да? Босс здесь у нас гриб под осиновик. Мутированный какой-то. 77 уровня. Не забывайте об этом. Сейчас он в таких нам люлей будет раздавать. Я чувствую. Ну-ка. Ага, хорошо. Блин. Давай попробуем, ребят. Ага, ну... Е! Слушай, есть, наверное, шанс. Может быть. Я не уверен, конечно, но... Черт подери. Сейчас что-нибудь чудо-нет. Живем, пока живем. Вертушку делаю, ребят. Я делаю вертушку. Нафиг. Е! Вы увидели? Я сам не ожидал, что мы с вами пройдем вот этот уровень. Где 75 и 77 уровни персонажей. Мы их просто порвем. Ох, ребятули. Вот это было круто. Я думаю, что вам тоже понравилось. Ну, это вообще, это, конечно, что-то с чем-то было. Теперь у нас, кстати, открылся крип, которого мы можем с вами фармить. Так, ну что ж, давай рискнем. Я, правда, боюсь даже заглядывать сейчас сюда. Ну-ка. 78-й, 76-й уровень. Оу. Щет. Блин. Будем рисковать, а, ребят? 78-й. Это у нас Биба, Прокстеди. Они же... Они же мощные, гаденыши. Слушайте, может быть, мы и пройдем, но не уверен, что у меня все останутся в живых. Ладно, давайте рискнем. Я хотя бы буду приблизительно знать, чего нам ждать. Тут опять же у нас три волны. Ох, елки-палки. 76-е уровни. Это вам, ребятушки. Не сказочки. Так. Да-да-да, у них массовые атаки. И зэк у меня, как всегда, ребят, получает сладкие люли, блин. Он без люлей, как без пряников. Так, надо вот этого вот. Хотя, знаете что? Давайте вертушку сделаем. Упс. Классно. Лео со своей вертушкой, он просто бог, ребят, в этой игре. А вот у нас, кстати, и... И, кстати, бибоп. Давай, наверное, мы усиление поставим себе, да? Дополнительное. Вот, кстати, неплохой шанс. Давай-ка мы сделаем провокацию. Хотя, дроны будут стрелять, у них массовая атака. Если мы вот так вот сделаем, получится, нет? Ну, слушай, здоровье неплохо мы отняли. И нужно, желательно бы, конечно, наверное, вот этих вот дронов разбирать. Ё-моё. Ну, ответку. Ё-моё. Так, вот сейчас будет массовая атака. Ух. Пока-пока стоим, ребят, пока стоим. Держимся, держимся. Да ну хорош ты! Блин. Понизили нам атаку, ребят. Вот что я вам хочу сказать. Жесть, по-моему, сейчас кого-то еще и нахлобучат. А, нет, подожди-ка, мы с вами вот так вот сделаем. Ух. Вроде бы как пока живем. Давай вот этого вот говнюка разберем. Теперь, так, давай вот этого вот. Вот, я думаю, этого лучше. Так. Сделаем провокацию. Пробьем? Нет, интересно? Нет, нифига, ребят. Мы что-то как-то слабенький вот дронов разбираем. Ай-яй-яй. Что сейчас будет? Кого? Железноголовый, стой, пожалуйста, не падай. Ты мне нужен еще тут. А этот Бип вообще-то доиграется у нас. Доиграется, я вам говорю. Да ладно, как мы можем промазать-то? Эй! Ребят, смотрите, как у него быстро копится инициатива. Есть. Ну, третья волна. И здесь у нас Рокстеди. Со своими опять шайкалейкой. Что будем делать-то? Давай начнем вот с этого, наверное. Так, меткость понизили. Слушайте, у них же массовая атака, да? Давайте мы вот так сделаем. Офигеть, сделали, блин. Блин, что же делать? Ну, давай попробуем усилить свою команду. Зря, наверное, это делаю, да? Или не зря? Ну-ка, поджарим этого дрона. Он сгорит, это факт. Во! Вот это вот нам может помочь, кстати. Не знаю, насколько. Убираем, наверное, вот этого вот дрона. Нечего, как говорится, свои гранаты тут бросать потом. Е. Так, давай, наверное, мы сделаем вот проникающий. Замечательно. Блин, зараза! Гребаный урод, а! Ты посмотри, он все-таки убил железноголового. Да, как всегда, ребятули, нам не хватило, блин, одного хода. Обидно, печально, но зато я 100% вам говорю, ребят, что этот уровень нам под силу. Под силу пройти его на 3 звезды. Можно, конечно, попробовать и сейчас. А можно попробовать в другой раз, когда мы с вами, например... А что у нас тут? 16 пицц, нужно 14. 16-14. Ммм. Так, я знаете, в чем сомневаюсь? Смотрите внимательно. Я брал с собой железную голову, да? Я бы мог взять и Рахзара. А как посмотреть ихнюю, как вам сказать, общую статистику по защите, по атаке? Где вот у них? Я уже забыл, там где-то можно посмотреть. То есть полное описание, сколько у него атаки, защиты, какой у него класс. Где же это делается, а? Где же это смотрится-то у нас, а? Я не помню, ребят, хоть убей. Здесь может быть... А, вот, по-моему, здесь. Во, ребят, смотрите. Смотрим. Сила атаки... Это на 71 уровень, понятно. А у нас 70. То есть защита 1600. Атака 1400. Это у Рахзара. 1600-1400. Теперь давай посмотрим у железной головы. Так, навыки. Атака. 1600, блин. Защита... Защита круче, ребята. У железной головы защита круче. Так что Рахзара нет смысла брать. Нету, ребята, нету. Поэтому... Слушай, а вот как-нибудь можем мы с вами... Да, мы бы, конечно, могли бы улучшить ракетную атаку. Но нам нужно очень много знаков. Очень много магнитофонов кассетных. Да, пока в ближайшее время никак не получится. Да и, как видите, поджог у нас вообще, ребята, слабо развит. Если бы у нас было бы 8 инструментов, вот этих ящиков с инструментами, мы могли бы до второй стадии бы повысить. Ну, а пока никак. Ладно, хорошо. Я, короче, рискую еще разок. Попробуем с вами пройти. Уж больно мне хочется. Так, в бой. Подожди, какой бой, да? Сюжетка. Глава 7. Попытка, блин, не пытка. Вот мне не хватает сюда, знаете, какого-нибудь такого хорошего бойца, но при этом, чтобы он был еще и хилером. Если бы у нас был бы прокачанный шреддер, ох, ребята, мы бы повеселились здесь, я чувствую. Но пока никак. Вот видите, у нас очень слабенько бьет зэк по вот этим вот дронам. Очень слабо бьет. И железная голова. Да хорош-то отвяжись! Офигеть! Офигеть! На нас, ребят, повесили постепенный урон. Ты понял? Вот так вот. А это означает, что мы сейчас, скорее всего, с вами дупляться будем потихоньку. Так, ну, защиту поставлю. Не знаю, как она нам поможет здесь. И поможет ли она вообще. Так, ну что же, тут у нас бибоп. Вот он. Стоит и ждет нас, довольный. Так, для начала. Что, бомбануть, что ли? Я не знаю. Или давай понизим скоростью. Ой, понизили. Черт, нифига не получилось. Не то, что я хотел, ребят. Абсолютно. Давай хиляться. Так, ладно. Сделаем с вами... Вот этого надо убить. Не вышло, блин. И вот начинается. Вот начинается, ребят, фигня. Меткость понизили в железной голове. А еще и атаку понизили. Ну, конечно, конечно же. Кто бы в этом сомневался. Давай бомбить со всех орудий. Слушайте, ребята, я вам скажу одно, что мы с вами здесь идем хуже, чем в первый раз. Намного хуже. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Да, и за счет того, что у нас пониженная атака, мы с вами практически никакого урона не наносим. Обидно. Да успокойтесь вы, дроны! Черт вы, а! Так, а вот, блин, я не знаю. Давай вот этого. Ну, должен же нахлобучить. О-о-о-о! Все-таки нахлобучили. Так, уворот, ребята. Он делает уворот. Ладно, попробуем с вами вот этого звездануть. У него двойная атака. Двойная атака! Да, черт бы его побрал! С уворотом. Я делаю провокацию. Я пока другого варианта не вижу, ребят. Э-э-э, что же, у нас поджог будет. Давай попробуем поджечь. Ага, минус. Так, этот сейчас... Во, погоди, секунду. Может быть, получится пробить-то его? Нет! Мимо. Мы мажем. Мы с вами... Да иди ты в баню, он меня нервирует, вот честно скажу. Надо его убрать отсюда с поля боя. Ага, двойная атака, естественно, ребят. Смотри, сколько он здоровья отнимает, да? Паршивец все-таки. Ну что, нахлобучим? А-а-а, мимо. Ну а ты? Да ладно, успокойся, что за фигня-то, эй! Офигеть! Сейчас двойная атака. И я боюсь, сейчас Рафаэль... Нет, пока еще живет, блин. Да ну хорош, что за ересь-то, эй! Звездец, короче, ребят. Вы все прекрасно видели, что произошло. Видите ли, блин, пока он не убил мне Рафаэля, я не смог его подбить. Офигенно, да? Просто, блин. Все, блин, против нас сделано здесь. Все. Вот поверьте, если бы у меня была сейчас, ребята, еще бы пицца, я бы третий раз бы пошел бы сюда. Вот из принципа, вот просто-напросто. Пошел бы и все. Я устроил бы им здесь такой бы раскол... Бас, блин, ах ты, рог, кстати. О, ребята, ну они дождутся своего момента, когда я буду просто их тут рвать в клочья просто-напросто. Рвать в клочья и ржать тут, блин. Над ними, над этими лохами, ё-моё. Но не сейчас. Это, конечно, не сейчас все будет. Это все будет очень-очень... Хотел сказать, далеко, очень поздно. На самом-то деле, да что они себе представляют? Ничего, абсолютно, абсолютно, ребята. Просто на нас очень много антибафов висело. В самом начале на нас вот повесили эту гадость, постепенный урон. Из-за которого мы очень сильно пострадали. Почему я и потратил хил от Лео. Но, тем не менее, я старался, я пытался. Как видите, у меня ничего не вышло. Ничего страшного. Ничего страшного, ребята. Мы с вами накопим пиццу и все равно отомстим этим гаденышам. Давайте посмотрим, что у нас вот здесь, например, будет. А, даже нельзя посмотреть, потому что нету той самой вкусной сладкой пиццы. Да, друзья мои, да. Делать нам пока здесь нечего. Но, в любом случае, вам всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. К сожалению, вот так вот коротенько у нас все это получилось. Надеюсь, мы с вами останемся в Лиге Сегунов. А, может быть, даже перейдем в Лигу Мастеров. Все покажет буквально ближайший денек. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok